Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ ведет свою историю с конца 19 века и является старейшим электротехническим вузом Европы. В те времена он назывался электротехническим институтом и одним из его директоров был изобретатель радио Александр Степанович Попов. Сейчас в бережно сохраненной университетном квартире Музея Попова регулярно проводятся экскурсии, встречи и тематические вечера. В ЛЭТИ в разное время работали и преподавали профессора и ученые мирового масштаба. Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года Жарес Иванович Алферов, выпускник ЛЭТИ, проработал в университете не один десяток лет, возглавляя базовую кафедру в физико-техническом институте имени Йоффе. Именно в ЛЭТИ сформировались и продолжают развиваться первые отечественные научные школы практически всех направлений электротехники, радиотехники, вычислительной техники, нанотехнологии, биомедицины и многих других. На основе первых отечественных школ в ЛЭТИ продолжают развиваться исследования по междисциплинарным направлениям. В историческом корпусе университета, или как его еще называют замок на аптекарском острове, парадном здании ЛЭТИ, кроме аудитории помещается библиотека на полтора миллиона тому. Отсюда же студенты получают доступ к электронным библиотекам мира, будь то Британская библиотека или Библиотека Конгресса США. Сегодня в университете обучается около 7,5 тысяч студентов со всех регионов России и 54 зарубежных стран. В ЛЭТИ работают 5 членов-корреспондентов Российской Академии Наук, 20 лауреатов национальных и международных наград, более 200 профессоров и докторов наук. Ежегодно по основным образовательным программам вуз выпускают около 2000 специалистов. Вместе с ведущими вузами-партнерами в Азии, Европе и Америке, университетом ЛЭТИ активно внедряются современные образовательные программы, которые дают возможность студентам обучаться несколько семестров в иностранных высших учебных заведениях и получить сразу два диплома – ЛЭТИ и зарубежного вуза. Межкультурная коммуникация в интернациональной среде является одним из важнейших элементов деятельности ЛЭТИ. Университеты, научно-исследовательские институты и центры, международные корпорации, предприятия и фирмы из 35 стран мира являются партнерами Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета в области образования и научно-технического сотрудничества. В ЛЭТИ успешно действуют и открываются новые совместные учебно-научные лаборатории. Университет давно и тесно сотрудничает с такими компаниями, как Siemens, Altium, Motorola и многими другими. Из недавно достигнутых договоренностей можно выделить открытие совместной с ЛЭТИ лабораторией финской фирмы BINEC, а также подписание соглашения о сотрудничестве с фирмой IBM. В стенах университета регулярно проводятся лекции именитых ученых. Так, например, в конце ноября 2013 года признанный авторитет в области физико-химического анализа поверхности алмаза американский профессор Джеймс Батлер в Центре микроэлектроники и диагностики ЛЭТИ провел цикл лекций «Алмазы для передовых технологий». Университет ЛЭТИ сегодня – это семь учебных корпусов, компактно расположенных в Центре Санкт-Петербурга рядом с Ботаническим садом, благоустроенное общежитие для иногородних студентов, современные лаборатории, научные институты, технопарк, представительство ведущих фирм мира. Безусловно, студенческая жизнь – это не только учеба, это еще и возможность заниматься творчеством в атмосфере лучших традиций ЛЭТИ. Здесь занимаются спортом, участвуют в интеллектуальных играх «Что, где, когда», поют, танцуют, играют в КВН. Ежегодно проводится праздник 1 сентября, посвящение в студенты, хоровой фестиваль в капелле, фестиваль «Весна в ЛЭТИ» и «Шаг на сцену». Сегодня ЛЭТИ входит в число лучших технических вузов России. Является членом Международной ассоциации «Лучшие вузы России». В 2013 году ЛЭТИ стал лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга по качеству образовательных услуг. Одним из выдающихся событий 2014 года стало награждение университета Орденом Дружбы Социалистической Республики Вьетнам. В вузе по этому торжественному случаю состоялась церемония прикрепления Ордена к знамени ЛЭТИ. Занимая лидирующие позиции в области разработки радиоэлектронных, информационно-телекоммуникационных и информационно-управляющих систем и технологий, а также в области технологий жизнеобеспечения человека и защиты окружающей среды, университет ЛЭТИ продолжает динамично развиваться как инновационный вуз с глубокой интеграцией научной и образовательной деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова